Вопрос готовности города к осенне-зимнему сезону был центральным на общегородской планерке. Объекты городского хозяйства. Неделя, начавшаяся 2 октября, это поступательное выполнение работ по обеспечению города теплом. 520 жилых домов, объекты образования, здравоохранения, культуры, социальные, спортивные постепенно наполнялись теплом, которые дают теплосеть и еще четыре котельные в различных микрорайонах города. Процесс подачи тепла идет под наблюдением и с непосредственным участием управляющих компаний, которые напрямую отвечают за обслуживание жилого фонда. Осень – это время подведения итогов благоустроительных работ. Об этом говорил заместитель главы администрации Александр Кузнецов. Дороги, тротуары, детские площадки, придворовые территории весь этот сегмент обновлялся, приобретал завершенный вид, свидетельствующий, что изменения городской среды в итоге дают людям возможность более комфортного проживания. Обновлялись и расширялись лесные массивы. В этом году по итогам общей областной акции наш лес посади свое дерево, лобня в тройке лидеров. Ее участниками высажены почти 19 тысяч молодых деревьев, 16 800 из которых в лесополосе неподалеку от микрорайона «Москвич». Благоустройство города, ремонт дорог, вывоз мусора, работа светофоров – это проблемы, которые волнуют неравнодушных лобнянцев. Городская среда – это в определенной степени живой, требующий постоянного внимания и развития организм. Исполнение бюджета, 13 муниципальных программ, итоги и пути дальнейшего движения города – тема выступления заместителя главы администрации города Оксаны Петровой. Далее участники общегородской планерки слушали об успехах, задачах и проблемах в образовании, спорте, культуре, социальной сфере. Глава города Евгений Смышляев, подводя итоги, кратко, четко определил направление движения городов в завершающем квартале 2017 года, который плавно переносит нас в 2018-й, насыщенный политическими и спортивными событиями. Это прежде всего 18 марта выборы президента России, а потом наш город будет принимать участников большого спортивного мероприятия – чемпионата мира по футболу. Слаженность, увлеченность и ответственность тех, кто работает на предприятиях в организациях нашего города, всех его жителей будут и дальше способствовать движению нашего муниципалитета вперед. Валерия Каменева, Александр Михайлов, Лариса Панина, телекомпания «Ловня».